А сейчас рубрика «Герой нашего времени» и у меня в гостях мастер спорта по шахматам, заместитель руководителя шахматно-шашечной федерации муниципалитета Александр Болховитин. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, поздравляю вас с юбилеем. Совсем недавно вам исполнилось 70. Да. И давайте, наверное, разыграем партию. Давайте. Я с такой самой известной комбинацией стартую Е2, Е4. Ну, я тоже самое отвечу пешкой Е7, Е5. Вот 64 года вы играете в шахматы. Кстати, именно столько квадратов на доске. Вот что для вас значат шахматы? Шахматы для меня значат то, что я в шахматах воспитал силу воли, воспитал упорство характера, воспитал ту энергию, которую я отдавал молодежи все время. Продолжим. Сейчас будет ход конем. Скажите, а вы любите играть с черными или белыми? Что вам приносит удача? Лучше, конечно, каждый шахматист сказал бы, что он любит играть белыми. Потому что белыми идет возможность атаковать соперника. А черными, как правило, это нудно, надо сначала защищаться. Скажите, сколько вообще учеников вы воспитали, и многие ли из них стали профессионалами? Я воспитывал учеников в различных городах. Но больше всего это в Можайске, там, можно сказать, более 100 человек. А в Видном это количество, наверное, так вот не считал, но превысило где-то 300 человек. И есть ряд ребят, которые пошли, закончили школу, пошли дальше, выполняют нормы кандидатов в мастера спорта, норму первого разряда, борются за присвоение хороших шахматных рейтингов. Да, их не так много, которые, ребят, которые связали свою жизнь с шахматом, нет таких сегодня. Ну и я тоже, я не профессионал. А все-таки шахматы, как для детей, ребят под спорь, потому что все-таки учеба – это прежде всего, и поступление в высшие учебные заведения – это, наверное, для них это основа. А так ребята продолжают очень хорошо играть. Продолжим нашу партию. Я была как-то свидетелем, мы снимали сюжет о шахматном турнире, и ваш ученик обыграл вас. Вот в такие моменты что вы испытываете? Вы испытываете гордость, досаду? Нет, я испытываю, наоборот, гордость за то, что кто-то из учеников моих и меня обыграл. Нет, досады никакой не бывает. Наоборот, есть радость, что ребята уже… А так и должно быть, чтобы ребята превосходили своего учителя. Например, в прошлом году Полина Тен заняла третье место в первенстве города среди мужчин. Это было вообще сенсацией, потому что 40 лет такого итога среди девочек никто не мог, как говорится, показать. И еще это говорит о том, что ребята занимаются очень… Ну, почти на полупрофессионально, можно так назвать, полупрофессионально в шахматах. Почему вот все-таки рекомендуется давать ребенка в шахматы? Ну, я рекомендую… Из какого возраста, кстати? Я рекомендую, чтобы ребята ходили в шахматы, развивали логику, мышление, усидчивость. И, наверное, так приходит это, что лучше так вот, исходя из моего опыта, где-то начинать надо с 7 лет. Но есть и ребята-исключения, которые занимаются и с 5 лет, в том числе и у меня. Это два мальчика, которым только недавно исполнилось 7 лет. Это Герман Синицын и Макар Непочатов. Они начали играть уже с 5 лет. И сейчас, как говорится, колесят по весе России, играют на различных этапах городских, областных соревнований России. Играют, вот недавно играли и в Костроме, в Орле, играют и в других городах. И уже ребята играют с очень хорошим высоким рейтингом. Александр Викторович, Вы разработали программу «Видновская шахматизация», которая посвящена развитию этого вида спорта, популяризации его. Вкратце расскажите, пожалуйста, о программе. Да, была разработана мной лет 5-6 эта программа. Целью, которую я ставил, чтобы охватить как можно больше ребят, играли в шахматы в Ленинском нашем районе округе. Чтобы пришли преподаватели, которые бы, не только я там один род, а которые бы занимались бы с ребятами. И вот это удалось, что, можно сказать, много шахматных кружков было организовано в районе. И ребята уже, ребята сейчас очень много занимаются шахматами. Как сказал бы еще нас двое, заместителей шахматной шашечной федерации, в Ленинском округе действительно в настоящие последние 2-3 года шахматный бум, когда очень много родителей приводят детей в шахматы в различные... Секции, кружки, да. Да, в различные секции, да. И родители отдают, причем со стороны шахматной федерации работают... И мы там привлекли самых квалифицированных шахматистов, да, чтобы необязательно ехать куда-то в Москву, там проводить эти... там заниматься. Ставим задачу здесь научиться, а потом, пожалуйста, можно идти и в более... Как там можно считать, высоким тренером. То есть программа «Видновская шахматизация» работает успешно? Да, я считаю, да. Замечательно. Ну что ж, на этой замечательной ноте закончим разговор. К сожалению, мне пока не удалось вас обыграть, но обязательно сейчас продолжим партию. А я напомню, что у нас в гостях был мастер спорта по шахматам, заместитель руководителя шахматно-шашечной федерации муниципалитета Александр Болховитин.